Всем привет! С вами снова Готовимся ТВ. И сегодня гости из Америки приготовят свое национальное блюдо. Я попробую повторить его, не зная секретов приготовления. Привет! Я Фелисия. Я из Нью-Йорка. И сегодня мы приготовим кассадилья. Ну что, идем и купим все, что нам нужно. Так, мы все приобрели, так что можем идти на кухню. Напоминаю, сегодня мы готовим мексиканскую кассадилья. Америка – это смесь различных культур и национальностей. И такое понятие, как национальное блюдо, у нас отсутствует. По этой причине мы выбрали именно это блюдо. Мексиканская кухня очень вкусная. Итак, для того, чтобы приготовить тесто, нам понадобятся два типа муки – кукурузная и пшеничная. Растительное масло, теплая вода, соль, сахар, сода и уксус. Тесто нужно хорошо вымесить и дать отдохнуть минут 10. Приготовим лепешки тортильяс. Для этого возьмем наше тесто. Насыпем немного муки на стол, чтобы ничего не прилипло. Берем небольшой кусочек и раскатываем его очень и очень тонко. Мне еще не доводилось готовить это блюдо, так что самой интересен результат. Итак, у нас получились вот такие две одинаковые заготовки нашей лепешки. Хорошо разогреем сковороду, нальем масло. Берем нашу лепешку вот так и выкладываем. Обжаривать нужно с двух сторон. Так, первая тортильяс готова. Пока будет жариться следующая лепешка, приготовим начинку. Сначала натрем сыр. Возьмем томатную пасту и намажем ею лепешку. Совсем немного для вкуса. Далее посыпаем сыром, столько, сколько пожелаете. Потом кукуруза. Зеленый горошек. Это супер простое блюдо в приготовлении. И обязательный ингредиент – фасоль. Берете лепешку и накрываете. Складываем вместе, словно сэндвич, и возвращаем на сковороду, чтобы сыр хорошо расплавился и начинка подогрелась. Все готово. Выкладываем наше блюдо. Будьте осторожны, поскольку косодилья может распасться. И чтобы косодилья была более сочной, я предлагаю добавить немного сметаны. Украсить можно любой зеленью, которую вы любите. Я возьму немного укропа. Блюдо мексиканской кухни «Косодилья» готово. Мы подготовили все ингредиенты для Самвелла. Посмотрим, что приготовят. Мука кукурузная, мука пшеничная, вода, масло, соль, сахар, сода, уксус, кукуруза, перечили, чеснок, горох, фасоль, сыр, паста, сметана. Кошмар. Так, в общем, продукты на столе. Я сейчас делаю кое-что такое, наверное, что она точно не сделала. Есть такое блюдо, называется ньокки, но делается из готового отварного картофеля. Но у нас картофеля нет, а есть вот такой горошек, кукуруза и фасоль. И я из этого сделаю наподобие ньокки. Я скидываю все сюда, в одну чашку. И трах тебе дох. Так. В общем, у нас получилось такое пюре. Мы добавим черный перец туда. Чуть-чуть посолим. Мы должны сделать тесто. Потом мы его сделаем колбаску, порежем и получатся такие вот ньокки. Добавляем муку. Вываливаемся на стол. Чмяк вот так. И надо сформировать обычную такую, знаете, колбаску, как делает дома женщина пельмени, варим мужу. Вот такая колбаска. Или вареники. Это похоже на итальянские клетки. Они называются ньокки. Очень нежные. То есть это практически пюре. Муки там буквально полторы столовых ложки. Видите, какое оно получается? Вот я сделаю такую колбаску, такого чудного размера. И делаем просто вот такие вот штучки. Наливаем растительное масло на сковородку. О, сковородка уже разогрелась. И на этом масле мы обжариваем вот эти наши клетки. Из пюре, гороха, кукурузы и фасоли. А потом к этим клеткам мы сделаем соус острый. У нас есть чили, есть помидоры, есть томатная паста, есть лук, есть чеснок. Все. Ньокки жарятся буквально 2 минутки с каждой стороны. Мы их на салфетку, чтобы ушел лишний жир. Теперь мы готовим острый соус к ньокке. У нас есть здоровенно луковица пополам. И вот такими полукольцами. Теперь у нас есть вот такой чили-перец. Блин, жалко воробушка. Лук порезал, блин, вообще. Слезы-то чуть. Режем туда чили-перец. Прям целиком. Теперь у нас есть чесночина. Берем эту головку и трахаем. Вот так трах. Все. Нам надо буквально 5 зубочков. И просто давим чеснок вот так, целиком. А потом чуть-чуть нарезаем. Такими грубыми кусками. И сюда. Теперь добавляем сюда черный молотый перец. Немножко сахара. Она будет караллимизироваться. И немножко соли. И все это надо хорошо поджарить. Тем временем мы нарезаем помидоры. Так, лук с чесноком с перцем поджарились. Берем туда столовую ложку муки. Трахкаем. Сюда помидоры. Немножко водички. Вот. Сметану. У нас есть сметана. Мы ее все туда бухкаем. Теперь у нас есть сыр натертый. Тоже туда. Сыр, помидоры, сметана, перец, чеснок, лук. Зелень потом в конце. Чуть-чуть капнем туда уксуса. Буквально 5 капель. Томатная паста. Свет туда. Чуть-чуть перца черного. По вкусу оно должно получиться кисло-сладкое. То есть это не должно быть кислючее или острючее. Оно должно быть чуть-чуть острое и кисло-сладкое. Все. И буквально 15 минут оно у нас протушится. Так, у нас есть еще зелень. И мы вот это все накромтаем туда. И туда. М-м-м, боже, как вкусняшко. Все, соус готов. Мы его выключаем. Берем ньоки. Складываем в тарелочку. Вот так красиво. И сейчас мы их похороним под соусом. Так, презентация наша готова. Будем ждать гостей. Посмотрим, что приготовила она. Вот у меня получилось такое блюдо. Оно вкусно, потрясающе. Просто рекомендую всем дома такое делать. У кого завалялась дома карташина, какой-то горошек, все притолкла, добавила туда муки, порезала, пожарила, накормила мужа, хай улыбается. Все. У меня готово мое блюдо. И уже стоит моя гостья с таким прекрасным бантом на голове. Камон, бейби. А-а-а. Что это? Это кесадия. Что ты создал? Вот это ньоки. Ньоки. Это кесадия. Кесадия? Мексиканская кесадия. Мексиканская кесадия. О, мой бог. Беутиво. Спасибо. Что ты имя? Фелисия. Фелисия. Боже, какое имя красивое. Беутиво Фелисия. Беутиво глазами. Спасибо. Он говорит английский. Давай я тебе дам твое блюдо, ты мое. И будем есть. О, окей. О, твое еще есть. Давай пробовать. Да. Да. Фелисия. Да. Фелисия. Беутиво. Ньоки. Да. Вегетарианская. Чиз. Пиз. Чизпис. Да что такое? Чизпис. Чизпис. Сейчас попробуем твое чизпис на вкус. Немного вкусно. город, которая никогда не спит. Убирает мужа. Убирает мужа. Ой, боже, это... Мне трудно верить, что у тебя нет бойфрента. Бойфрент, да. А, бойфрент есть, да. Бойфрент, ну его нафиг, да? Работаешь? Что-то делаешь? Убирает телевизионная компания. На телевидении? Ага, да. Что тебе делать? Я сын в опере. Днепропетровск. Какой красивый банк у тебя, такой красивый. Спасибо. Ты сама завязала, да? Скарф. И большой бомб. Да, мой большой бомб. А ты знаешь украинскую песню? Украинскую песню? Нет. Не знаешь? Ай-яй-яй-яй. Я знаю русскую песню. А какую? Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, бабушки. Это все я знаю. Ты тебя в Нью-Йорке научил, да? Это все. А твой френт из Америки или Днепропетровска? Днепропетровска. А, батюшек она. Вот так, зацепил ее парень из Днепропетровска. Он из Красной Армейской. Красная Армейская. А, из Красной Армейской. Это тут недалеко. Ай-ну. Давай ты не споешь что-нибудь? А-а-а-а. А-а-а. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давай я тебе спою чуть-чуть Месяц на небе зироньки сяют Тихо по морю човен плыве В човне Фелисия песню спевает А бойфренд чует серденьком рэ Это я так чуть-чуть украинян песня Это очень красиво, очень красиво Спасибо Большой парень Как тебе живется в Украине? Тебе нравится? Ливень в Украине? Да, я знаю, но люди очень красивые Очень красивые Велисия, спасибо тебе большое Спасибо, что ты сюда Очень вкусно Деликое И я думаю, что тебе тоже понравилось Да, очень вкусно Все понимают Итальян Ньоки итальяне Спасибо тебе большое, я тебе желаю удачи И твоему бойфренду, и тебе Приходь там в гости еще сюда Да Окей, все, а тебе поцеловать можно? Да О, ес, боже мой Спасибо тебе большое Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok